всем привет для тех кто со мной еще не знаком меня зовут ксана я певица музыкант актриса по недавним происшествиям я переехала и живу сейчас в америке в частности майами но не об этом сейчас завтра на ю тубе выходит песня которая называется халлилуя которую я записала вместе с израильским певцом во владе блайберг мы познакомились number of years на проекте голос но никогда не было возможности у нас посотрудничать вместе и вот поскольку я очень люблю путешествовать и петь ко мне пришла идея будучи в израиле почему бы вдруг не записывать песни с теми исполнителями в страны которых я езжу не зная языка и делать для себя определенный такой челлендж будучи в израиле я предложила владе такую идею записать дуэт и чтобы я спела на языке на котором я вообще не говорю то что получилось завтра послушаем на ю тубе я считаю это начало какого-то нового витка в моей жизни конечно это не сравнится с тем какие сцены какие театры какие проекты у меня были до этого но тем не менее я не хочу забивать не хочу сдаваться хочу продолжать быть в среде со своей музой со своей passion со своей страстью к музыке и продолжать делать что-то что может быть интересно вам тоже и буду петь либо из своего классе так где организовала в майами себе студию либо из других стран мира горы поля реки озера другие студии разные экспириенсы мне кажется это должно получиться очень интересно наверное самобытно буду переделывать кавера интерпретировать их вместе со своими друзьями музыкантами с разных стран постите их на ю тубе и пожалуйста не стесняйтесь делать каменты писать может быть свое фу свой класс и предлагать какие-нибудь песни для интерпретации и издания все песни которые я сейчас буду издавать которые буду постить на ю тубе их можно будет найти на спотифай на itunes в том числе и вот первый кайвер халлелуя с влади блайбергом накануне еврейского накануне еврейского рождества накануне еврейской пасхи которая будет 5 апреля 4 апреля выходит халлелуя на ю тубе кстати история этой песни очень интересная в 1979 году она стала победителем на евровидении а до этого в 78 она не прошла даже отбор на евровидении и не прошла также на фестивале не помню в каких странах я посмотрю вот и никто после этого ее предложили спеть другому бенду и почему-то она никому так и не нравилась но вот в 79 году она становится не только представителем израиля она побеждает на евровидении и израиль становится страной победителем так что я надеюсь эта песня принесет мне и владе и вам конечно массу удовольствия и хороших эмоций удачи в жизни если не сегодня то обязательно обязательно случится нужно просто хорошенько продавить и надеяться на то что все получится не забываем подписываться ставить лайки звоночки сам сап